Чем помочь малому и среднему российскому бизнесу в кризис? Ответ на этот непростой вопрос ищут в Чебоксарах. С Олисой Чувашей проходит выездное заседание Комитета Государственной Думы России по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. Малое и среднее предпринимательство – это самозанятость населения, создание новых рабочих мест, пополнение государственной казны за счет налогов и в конечном итоге рост ВВП. Так что у государства есть веские причины поддерживать реальный сектор экономики. В 2013-2015 годах мы выделили для развития малого предпринимательства среднее предпринимательство полтора миллиарда рублей. Что-то нам удалось сделать, что-то не удалось сделать, но мы знаем, что двигаемся в правильное направление. Несмотря на усилия, которые принимают регионы, доля малого бизнеса во внутреннем валовом продукте страны пока чуть больше 20%, в то время как в развитых странах около 50%. Когда говорят о проблемах малого бизнеса, то я выделяю три, на мой взгляд, ключевые. Первый из них – это налоговая. Как правило, в бизнес всегда жалуются на жесткие и большие налоги. Второе направление, которое мы видим в поддержке или проблемах бизнеса – это административный барьер. Иногда бизнес говорит, нам не нужна никакая поддержка, не мешайте только нам работать. Третья проблема, которую выделил Анатолий Аксаков – затрудненный доступ к финансовым ресурсам. Кризис добавил еще одну – снижение покупательской способности, а значит и спроса на продукцию, которую малый и средний бизнес производят. Все эти проблемы возникли, конечно, не вчера. Правительство страны ведет постоянный диалог с бизнес-сообществом, обсуждая законопроекты еще в стадии их разработки. При общей поддержке бизнесменов была создана Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства. К первому июля мы рассчитываем очень сильно на это. Мы закончим работу над так называемым бизнес-навигатором. Этот бизнес-навигатор будет давать малому и среднему бизнесу в массовом секторе, в основном, потому что здесь будет проблема рынка. В массовом секторе будет давать навигацию, в какой локации, какой вид товаров-услуг пользуются платежеспособным спросом, каков этот платежеспособный спрос, где можно получить кредит, где можно получить гарантийную поддержку, где можно получить имущественную поддержку. Это только одно из направлений работы корпорации. Доклад ее директора Александра Бровермана как бальзам на душу отметили предприниматели. Приятно то, что правительство и Госдума видят определенные проблемы. Какие-то пути решения сегодня были озвучены. Многое нам нравится. Но ведь самое главное, как всегда в жизни бывает, это не только озвучить проблему, но потом найти ее пути решения. Вот это, как правило, здесь чертит и кровится. Как будет реализация проходить, ну, будем надеяться на лучшее. Более всего нас интересует также, в общем-то, каким образом сегодня законодатель услышит нас или не услышит. То есть мы проведем это совещание, мы выскажем свое мнение, но будем очень внимательно и четко отслеживать, будет ли обратная реакция. Диалог законодателей предпринимательского сообщества будет продолжен. Его результатом должны стать законы, защищающие малый и средний бизнес в такие непростые времена. Ольга Пырычкина, Андрей Спиридонов, Республика.